Вечер на седьмом продолжается. Итак, топ-тема сегодняшней политической жизни нашей страны это визит в Киев президента Турции Эрдогана. Это ответный визит президента Порошенко в Анкаре принимали в марте 2016 года. Сегодня свой визит президент Турции начал с приветствия почетного караула на украинском. Приветствую воинов, сказал президент. Турция и Украина являются важными партнерами в экономической сфере. Это должно стать одной из ключевых тем для переговоров. Специфики встречи придает то, что буквально двумя неделями раньше проходила еще одна важная встреча. В Анкаре принимали президента РФ Владимира Путина. С чем приехал сегодня в Киев президент Эрдоган? Как он настроен? Пыталась узнать наш собственный корреспондент в Киеве Леся Повар. Леся, здравствуй. Что тебе удалось узнать, с каким настроем приехал президент Эрдоган? Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, студия. Турецкий лидер прибыл с опозданием на два часа. Возле администрации его и его супругу уже встречали Петр Порошенко вместе с супругой. Оркестр исполнил гимны двух государств и после президенты удалились на личную встречу. Там они обсуждали вопросы более глубокого сотрудничества между Украиной и Турцией. Известно, что подписали ряд документов, договоренностей, а также поднимали вопрос Крыма. Позицию Эрдогана удалось узнать со слов Мустафы Джамилева, который подошел к журналистам и рассказал, что Эрдоган, скорее всего, не поддержит санкции Турции против России, так как это существенно может ударить по экономике страны. Однако экономика экономикой, а политика это другое, совершенно другое. И по словам Мустафы Джамилева, Эрдоган в вопросе аннексии Крыма будет поддерживать Украину. То есть он старается сохранять хорошие отношения как с Российской Федерацией, так и с Украиной. Кроме встречи с Петром Порошенко, сегодня у него должна была состояться встреча с Владимиром Гройсманом и Андреем Порубием. Однако из-за опоздания так и неизвестно, провел ли он эти встречи. Но завтра состоится еще форум Украина-Турция, где будут обсуждаться возможные проекты турецкие в Украине. Студия. Ну что ж, Леся, спасибо тебе. Узнавай больше подробностей. Будем держать наших телезрителей в курсе происходящего в столице. Я напомню, что наш корреспондент Леся Повар помогла нам подвести итоги, проходившие в столице встречи на высшем уровне. Президенты Петр Порошенко и Эрдоган встретились сегодня в Киеве. И следующая тема, которую мы затронем в вечере на седьмом. Одесская власть провалила очередной рейтинг прозрачности. Что это за рейтинг, в чем его важность и почему наш город, собственно говоря, в него даже не вошел. Об этом поговорим буквально через несколько минут после небольшой паузы. Добрый вечер. Мы возвращаемся в эту студию для того, чтобы обсудить следующую тему. Одесская власть провалила очередной рейтинг прозрачности. И у нас в гостях Юрий Христенсен, участник Одесской школы мэров. Мы вернемся сразу же к беседе с нашим гостем. Но прежде хотелось бы ознакомить наших зрителей с мнением Олега Михайлика. Зачитай, Саша, пожалуйста. Рейтинг прозрачности Одесской городской власти, опубликованный Transparency International, в том числе и по внедрению системы электронных торгов ProZorro. Одессу в рейтинге видите? Правильно. Ее нет. Скорость превращения Одессы в захолустье прямо пропорциональна скорости личного обогащения мэра Труханова и его шайки. И коснется это каждого одессита лично. Даже если еще не коснулось. И уже сейчас стыдно находиться рядом с представителями команд школа мэрив из других городов, которые практически ничего не имея находятся в списке значительно впереди богатейшей и известнейшей Одессы. После слова «Вье» Одесса находится на 37-м месте из 100 городов Украины. Обязательно нужно благодарить мэра Труханова за столь успешный, в кавычках, результат. Ну что ж, расскажите чуть подробнее, что это за рейтинг, почему мы в него не вошли, что случилось, что пошло не так опять? Ну, начать нужно с того, что такое прозрачность. Прозрачность — это информация, собственно, доступность информации о деятельности местного самоправления, о тех услугах, которые они предоставляют населению для самих жителей города. По свежему рейтингу Transparency International Одесса уже на 40-м месте. Для сравнения, первое место занимает Львов, третье место — Ивано-Франковск, пятое место — Киев, 36-е место — Харьков. То есть из крупных городов Украины мы действительно находимся очень низко для нашего города. Чем этот рейтинг важен? Вот в чем его суть и почему нужно такое внимание ему уделять? Ну, в данном случае речь идет о экспертном мнении, то есть экспертная организация, для которой это является профессиональным, составляет профессиональный интерес, они составляют объективный рейтинг, то есть они сравнивают различные города по объективным показателям. То есть, скажем так, это место, оно объективно соответствует тому уровню прозрачности, который есть в Одессе на сегодняшний день. У нас есть небольшой сюжет, предлагаю его посмотреть, а потом продолжить, собственно, нашу дискуссию, наше обсуждение. Спасибо. 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 Итак, мы говорим об экспертном мнении, об экспертной оценке непрозрачности нашей городской власти. По сути, если мы находимся столь низко в этом рейтинге, это говорит о непрозрачности. Давайте чуть детальнее расскажем, что имеется в виду в этом рейтинге, о чем говорится, почему это важно для каждого одессита, то, что у нас прозрачная или непрозрачная городская власть. Потому что наверняка телезритель посмотрел, ну не попали мы в какой-то рейтинг, ну и бог с ним не попали, зато у нас в городе все якобы замечательно, все плиткой заложили. Ну, достаточно сложный вопрос, скажу честно. Дело в том, что это важно для горожан, когда и если они участвуют в контроле распределения бюджетных средств, когда они контролируют качество, количество предоставленных им услуг от города. В Одессе, к сожалению, к сожалению, жители города не всегда критически относятся к этой функции, потому что, ну, если мы возьмем определение гражданина, который дал 2300 лет назад Аристотель, гражданин это тот, кто участвует в жизни города. К сожалению, у нас до сих пор отношения нужен хороший председатель, начальник, который будет за нас думать, а мы не будем в этом участвовать, мы ему доверяем это. Потому что если, допустим, посмотреть ответы одесситов на аналогичные вопросы в соцопросах, то Одесса занимает восьмое место на вопрос, считаете ли вы местное самоправление, свой город прозрачным с точки зрения расходования бюджетных средств. Для сравнения, Львов, который занимает первое место в экспертном рейтинге, занимает 19 место, Киев занимает 24-е, и в других городах сами жители, сами горожане, они более критично относятся к власти, чем показывают экспертное мнение, чем об этом говорят эксперты. То есть люди хотят большего, люди хотят участвовать в жизни города, люди считают, что они имеют недостаточно для этого возможностей, и в своих ответах отражают это критическое отношение к власти. Почему у нас получается вот такой разлет? У нас не там проводят эти опросы или не среди тех? Вот сороковое место и десятка, но это же все-таки разница большая. Да, разница большая. По вопросам в прошлом году мы были на седьмом месте, в этом году на восьмом. Но в принципе жители трансформируют доверие власти на вот эти вот ответы. Считаем ли мы, что в Одессе существует коррупция? Причем, допустим, если в 15-м году жители в 16-м, относительно 15-го, отвечали, что они чаще встречаются с проявлениями коррупции, то с отношением коррупции, то есть с ассоциацией коррупции с органами местного самоуправления, Одесса в 15-16-й год переместилась с 20-го места снизу на 5-е место сверху. То есть это вопрос скорее к тому, как формируется это доверие. То есть доверие без участия, доверие основанное на той информации, которая... То есть воруют, но свои, да, получается, вот грубо говоря, если очень грубо. Отношения разные. Отношения воруют, но и нам тоже дают, да. Люди в Одессе расстыкованы, они действительно мало принимают участия вот в этом процессе. И... Может быть, одесситы... Патерналистское отношение. То есть мы хотим вот личной свободы, мы хотим, чтобы нам кто-то что-то предоставил, но мы при этом не хотим брать на себя ответственность. Это скорее вот проявление этого... Такого отношения. Может быть, одесситы просто малоинформированы? Потому что мы существуем в каком-то медиапространстве, в котором, возможно, замалчиваются очень многие факты. То, что я наблюдаю, информационная повестка дня, то есть та информация, которая доходит до среднего жителя, она действительно не всегда соответствует тому, что есть на самом деле. Но я не могу сказать, что Одесса здесь уникальный город, допустим, в Харькове точно такая же ситуация происходит. Могу сказать, что вот в этих рейтингах уникальное место занимает Ивана Франковского. Он, по мнению экспертов, на третьем месте, а по мнению жителей на втором. То есть это город, в котором жители действительно участвуют в делах города. Для них вот эта прозрачность не какая-то цифра, которую они видят в рейтинге, либо через которую они доверие местной власти определяют, а это то, в чем они участвуют. То есть они действительно считают примерно то же самое, что и эксперты. То есть второе, третье место, это, вот скажу честно, уникальность скорее в этом. То есть по сути там шире социально активное большинство, а у нас социально активное меньшинство получается. Если вот эти три группы городов, да, где эксперты считают высокую прозрачность, жители критично относятся и перемещают, говорят, что нет, все плохо. Другие города, где эксперты говорят, что все плохо, но жители говорят, что все нормально, все хорошо. В каких-то городах, в Киеве, допустим, во Львове местная власть не занимается целенаправленным распространением информации о том, что у нас все хорошо. Они делают эту прозрачность, они стараются, но они не уделяют особого внимания именно правильной информационной повестке дня в городе. В Иоанн-Франковске люди участвуют, и они сами формируют эту повестку. В Одессе и Харькове информационная повестка формируется отдельно. Собственно, все, что касается прозрачности, формируется отдельно. Это разные вещи, и это отражается вот таких вот. Я бы хотела предложить посмотреть нашим зрителям еще мнение Анатолия Бойко как раз по этим рейтингам. Я считаю, что это недопустимо низкий результат, поскольку Одесса с тем уровнем бюджета, который сегодня есть, практически 9 миллиардов, с тем количеством, с сотнями сотрудников, которые работают в Одесской мэрии, могла бы уверенно входить в первую десятку, а то и пятерку, бороться за первые места. Но, к сожалению, как мы видим, результат, мягко говоря, неудовлетворительный, и на наш взгляд это является прямым следствием той политики, которая проводится руководством Одесской мэрии, а именно отсутствием реальных шагов по обеспечению прозрачности деятельности Одесского городского совета и его структурных подразделений. Это был Анатолий Бойко, глава областной организации Комитета избирателей Украины. Прямо сейчас моя коллега Леся Татар готова огласить анонс восьмичасового выпуска новостей. А потом мы вернемся к обсуждению темы в студии. Леся, тебе слово. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, зрители. Появились новые подробности по делу о похищении нардепа Алексея Гончаренко. Также сегодня в одном из домов на улице Еврейская горела газовая труба, а французская колоннада осталась без защиты. Памятник архитектуры не законсервировали на зиму. Обо всем этом и многом другом уже менее чем через 20 минут в эфире седьмого не пропустите. Тогда и подведем информационные итоги понедельника. Леся, спасибо тебе, хорошего выпуска. Мы возвращаемся к нашей теме обсуждения. Итак, Юрий, вот самое ключевое, что бы вы выделили в этом рейтинге, на что следует обратить внимание одесситам? Обратить одесситам следует внимание, пожалуй, не на сам рейтинг, а на то, что сказал Анатолий Бойко о том, что планированный бюджет города Одессы составляет 9 миллиардов. Если исходить из реального выполнения, скорее всего, мы на конец года получим 19 миллиардов гривен бюджет города Одессы. То есть на каждого одессита будет по 12 тысяч гривен или по 1000 гривен в месяц. Вот у меня, допустим, семья 4 человека. Это значит, что я каждый месяц получаю от города на 4000 гривен различных публичных услуг. Деньги в бюджете города, они тоже не появляются из воздуха. То есть это наши деньги, которые попадают... Деньги налогоплательщиков. Одесситам нужно уделить, пожалуй, внимание тем, что это не что-то, что достается из воздуха. Это их деньги, на которые они получают действительно... Вот моя семья на 4000 гривен. Когда я делаю какую-то покупку, не знаю, там в интернете, в магазине, я всегда контролирую товары, услуги. Я читаю отзывы, я смотрю по сайтам, я определяю добросовестность, недобросовестность рекламы. Вот в данном случае прозрачность, она... Это инструмент. Это инструмент для того, чтобы посмотреть, насколько качественно предоставлены эти услуги. По каким ценам закуплены те товары, которые покупаются, там, плитка, лифты. Ну, это достаточно большие деньги. То есть даже для моего бюджета, то есть я не думаю, что средняя семья гораздо больше 4000 гривен тратит на продукты. Но мы контролю качества продуктов, которые мы покупаем, уделяем гораздо больше мнению, чем вот этим же 4000 гривен, которые мы ежемесячно тратим у себя. Скажите, а откуда у одесситов такое дифферентное и равнодушное отношение? Может быть, это психология одесситов? Исторически всегда так было? Или это наблюдается только лишь вот в последнее время? Тенденция, вот, не хочу этим заниматься, не хочу вникать, я вне политики, политика мне неинтересна, я вообще здесь ничего не решаю, решить не могу, это не в зоне моей компетенции. Вот можно услышать что-то подобное. Вот эта реакция, это скорее все-таки отражение. У нас ведь нет опыта, который бы передавался из поколения в поколение, о том, что действительно это важно, это нужно контролировать. Вот опыт взаимоотношений в семье, опыт, там, не знаю, там, покупок, он передается от отца к сыну. Я просто по своим детям вижу их реакция, реакция взаимоотношения, то, как они выбирают для себя какие-то вещи. Они даже не обращают на это внимания, но это передается. То есть что-то они делают так же, как мы с женой делали. А опыта участия в управлении городом у нас, к сожалению, нет, и этому нужно учиться. Этому просто нужно учиться. У львовян, или какой город вы приводили в пример? У тех же жителей Вано-Франковской, откуда этот опыт? У них есть этот опыт? Ну, смотрите, Львов и Киев здесь не совсем являются примером, потому что там жители участвуют больше, они относятся к этому критичнее, но все-таки недостаточно они в этом участвуют. Отсюда и такая критичность к органам местного самоправления. Я не могу сказать, что этот навык такой же, как любой навык. То есть его нужно приобретать, этим нужно заниматься. В Ивано-Франковске просто органы местного самоправления смогли более эффективно вовлечь жителей города в этот процесс. То есть почему? Опять же, это плюс городской власти. Да, безусловно, потому что в сотрудничестве, то есть если целью ставить максимальное качество тех услуг, которые мы получаем от города, потому что город – это всего лишь сервис. То есть местное самоправление – это сервис по предоставлению нам услуг. Если целью ставится повышение качества этого сервиса, то, безусловно, чем больше людей будет вовлечено в контроль, передачи каких-то функций местным общественным организациям, тем лучше будет качество этих услуг. В Киеве и во Львове достаточно мощная вертикаль власти этим занимается и эффективно. В Одессе, судя по мнению экспертов, с эффективностью не очень хорошо. Почему мы не вовлечены? Ну, здесь нет, с одной стороны, запроса снизу, ну, объективно, давайте говорить, и нет запроса сверху, то есть привлечения горожан. Почему это происходит? Связано ли это с коррупцией? Либо это связано с тем, что наш менеджмент, он основан на старых принципах. Мне тяжело сказать, но вот эти цифры – это отражение этого факта. Ну, будем объективно сформировать запрос сверху, из кабинета Уздумской 1, это фактически миссия невыполнима. Как сформировать запрос снизу, чтобы это стало интересно самим одесситам, чтобы это стало интересно самим горожанам, чтобы они поняли, что есть инструмент контроля, и его нужно требовать для себя? Ну, во-первых, об этом говорить. Да, вот эта передача – это один из инструментов, как это сформировать. Во-вторых, людей нужно учить. Мы весной этого года запускали обучающий проект. Мы делали соцопрос среди… Ну, это активная часть жителей города, да-да, среди абитуриентов. И на вопрос, как победить коррупцию в городе, 30% сказало, что нужно применять репрессии, и чем репрессивнее, тем лучше. То есть мы себе вообще слабо представляем нашу роль, вот как мы должны участвовать, чем мы можем помочь. То есть должны расстреливать, но кто-то другой, да? Ну, среди активной части насчет кто-то другой там не было вопроса. И могу сказать, если одесситов спрашивать, да, про коррупцию, мы с одной стороны вот в этих вот соцопросах мы не ассоциируем коррупцию с властью, а с другой стороны на вопрос, сталкиваемся мы с коррупцией, мы говорим, да, сталкиваемся в этих же соцопросах. То есть у нас коррупционеры, они обезличены, они не связаны с местным самоуправлением, но если спросить, как победить коррупцию, я думаю, большинство одесситов ответят различные способы репрессии к коррупционерам. Своё участие, да, как можно что-то улучшить, ну, мы действительно этого не знаем, не умеем, нужно обучать, нужно говорить, нужно приглашать к общению, к взаимодействию. Нет других способов, нет. Если нет политической воли сверху, то активность снизу можно только вот за счёт обучения, вовлечения, привлечения, как в любом проекте большом. Ну и сейчас, естественно, это будет ложиться на плечи активистов и тех, кто является граждански активной общественностью. Да, и могу сказать, что, несмотря на то, что мы это, может быть, не замечаем, за последние три года достаточно много в этой сфере произошло. И вот, допустим, тот весенний проект, о котором я говорил, то есть я там был обычным битуриентом. И вот уже в сентябре одесская команда выиграла конкурс из 27 городов вот на следующий обучающий проект в Киеве. Вот, то есть мы растём, какие-то люди появляются, какие-то идеи появляются. Расскажите, пожалуйста, как раз об этом проекте. Вы говорите о школе мэра, потому что не все, я думаю, информированы на этот счёт. Ну, название красиво. Действительно, семь выпускников этого учебного проекта сейчас являются действующими мэрами в Украине. Мэр Житомира, для сравнения, является. То есть кроме небольших городов, очень интересно с точки зрения общения. То есть туда приходят люди с таким уровнем мышления, что иногда о каких-то вещах ты тоже не задумываешься. Да, я же такой же абсолютно одессит, как все остальные. Я ничем не лучше, ничем не хуже. Вот. Но иногда, когда люди ставят вопрос с другой стороны, думаешь, ну, действительно, а почему вот это не делается? Почему и что должно произойти для того, чтобы в нашем городе было комфортно, удобно жить, чтобы люди здесь жили дольше, чтобы люди рожали здесь детей, заводили семьи, чтобы людям не хотелось уезжать, и наоборот, чтобы люди с высоким человеческим капиталом приезжали в Одессу. Потому что при Киеве, допустим, я посмотрел, очень много, то есть Киев работает как пылесос, он человеческий капитал, притягивает к себе. В Одессе, опять-таки, к сожалению, вот такого высокого уровня активности, то есть растет. Есть очень много позитивных изменений, но нам еще очень много надо работать над этим. Будем надеяться, что мы эти изменения в позитивную сторону увидим уже в ближайшее время и увидим их, собственно, на практике в виде роста сознательности в нашем обществе. Юрий Христенсен, участник Одесской школы мэров, был в гостях в студии «Вечер на седьмом». На этом мы заканчиваем на сегодня. Таким был понедельник, 9 октября. Завтра будет новый день, новые инфоповоды, а значит, мы с моими коллегами снова встретимся в этой студии и будем знакомить вас с самыми актуальными и интересными фактами из жизни нашего города. Не переключайтесь, мой канал. Дальше будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова